Здравствуйте, это новостная студия Саратов 24. Мы продолжаем знакомить вас с событиями в регионе. Меня зовут Полина Попенец. Я и мои коллеги готовы рассказать о главных событиях к этому часу. На опасной высоте. За вас их вот через этот первый этаж, вот прямо отсюда. Саратовцы заметили в заброшенных высотках подростков. Сегодня под долгостроем отправились чиновники. Помогут финансово. Выгода то, что мы как минимум не платим 100%, большую часть оплачивает государство. Саратовские бизнесмены получают поддержку в рамках национального проекта. Нарушают правила. Подборка видео с лихачами на дорогах в рубрике «Автохам». Какая погода на дворе ждет нас в четверг, 4 июня. Через несколько минут расскажу вам я, Александр Новохацкий. Дождитесь. В Саратовской области за сутки коронавирусом заболели 94 человека. Общее число заразившихся – 3363. Это данные оперативного штаба. Наибольшее число новых случаев выявлено в Балаковском районе – 27 пациентов. При этом крупных очагов в муниципалитете нет. Если говорить о течении болезни, половине новых пациентов поставлен диагноз пневмония. Есть также больные с признаками ОРВИ и те, у кого коронавирус протекает бессимптомно. Также на брифинге рассказали, что в регионе от коронавируса скончался еще один пациент. К сожалению, один скончавшийся мужчина, 77 лет, от новой коронавирусной инфекции, в общей сложности число умерших данного заболевания составляет 35 человек, имел хронические сердечно-сосудистые заболевания и на фоне новой коронавирусной инфекции пневмонии с обширным поражением легочной ткани. Откроют раньше срока. На Трофимовском мосту продолжается масштабная реконструкция. Чтобы быстрее открыть переправу для жителей, подрядчики усилили темпы строительства. Уже полностью завершен монтаж пролетов. Рабочие подготовили основание под дорожное полотно, а также заканчивают перекладку коммуникаций по улице Шихурдина. Сложность строительства была. Надо ливневую перекладывать. Углубляться. Во-первых, вы углублились на сколько? Метр тридцать. Газ поменяли, электричество поменяли. Связь поменяли. Столбы стояли, смотрю. Убрали. Связь поменяли. Ну то есть, это сколько надо дополнительных, сложных, тем более уложенных под землю, коммуникации сделать, да? Практически, вы говорите, процент на 70 заменили, да? С ходом реконструкции ознакомился губернатор Валерий Радаев. Глава региона остался доволен. Напомним, что работы здесь начались в ноябре прошлого года в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». После этого автобусы и троллейбусы, а также машины начали ходить по новым схемам. Работы по демонтажу старого и строительству нового моста обойдутся в итоге в 866 миллионов рублей. Когда жители города Саратова поедут по новому мостовому переходу? Октябрь месяц. Октябрь месяц. Мы немножко сроки ужались, потому что они выполняют, идут с небольшим опережением. У нас был это ноябрь, конец ноября. Сейчас уже выходим на октябрь. Какой в октябре у вас праздник Ленинского района? 2 октября дня района. 75 лет. 75 лет? 75 лет. 75 лет победы великой и 75 лет Ленинского района. Ну тогда вы уж не подведите, пожалуйста. Раньше строители говорили, что сдадут путепровод к декабрю 2020 года. Сейчас в планах завершить работы в октябре. Опасные игры. Саратовские подростки облюбовали заброшенные стройки. За последние дни в интернете появилось сразу несколько видео с гуляющими по крыше детьми или бросающими кирпичи с верхних этажей долгостроев. Сегодня заброшенные стройки посетили общественные деятели и уполномоченные по правам ребенка Саратовской области. Надежда Новикова тоже прошлась по опасной территории. Такие развлечения нашли себе подростки в первые дни каникул. Заброшенную стройку на улице Новокрекингская они посещают ежедневно. Жители соседних домов из своих окон сняли на видео их опасные игры. Залезают вот через этот первый этаж, вот прямо отсюда, по этим плитам, сбираются по кирпичам. Сегодня к заброшенной стройке приехали уполномоченные по правам ребенка, общественные деятели и полиция. Дождливый день подростков здесь не обнаружили. Оказалось, что про это опасное место многие уже в курсе. И застройщиков якобы обязали установить здесь ограждение. Только вот забора пока так и нет. А сама стройка простаивает уже пять лет. Администрация прислала ответ, что они на застройщика отослали, чтобы они оградили территорию. Но вы сами видите, это было 7 мая. Вы сами видите, что происходит. Все жители говорят о том, что вообще невозможно здесь находиться. Здесь мат-перемат. Заброшенный дом по четвертому проезду Чернышевского тоже уже несколько дней подряд приходят несовершеннолетние. Около месяца назад на этой стройке погибла девушка, упавшая с крана. Кран демонтировали, но на стройку вход оставили открытым. Таких долгостроев в Саратове хватает. Общественный деятель Алексей Пашков предложил действовать самим. Купить арматуру и перекрыть доступ к первым этажам. На улице Политехническая в заброшенной высотке вскоре так и сделают. Арматура, которая будет здесь приварена, ее нельзя будет оторвать, только болгарку отпилить. Я думаю, ни у кого смелости не хватит отпилить болгарку арматуру, чтобы ее украсть. Мы передаем эту арматуру в администрацию Октябрьского района. На следующей неделе они приступают к монтажу ее. То есть они выделяют сварщика, выделяют людей, которые все это будут делать. И после этого мы проверим результат. То есть можно на верхние этажи подняться или нет. За семь лет в городе произошло более десятка случаев гибели несовершеннолетних на заброшенных стройках. До сих пор эту проблему в Саратове так и не решили. А сейчас из-за того, что закрыты детские оздоровительные лагеря, подростков, которые летом предоставлены сами себе, станет еще больше. И не исключено, что некоторых из них потянет на поиски приключений. Надежда Новикова, Олег Бирюков, Саратов-24. Самые тяжелые аварии из-за пьяных. Об этом сегодня рассказали в Федеральной госавтоинспекции. По словам патрульных, для нетрезвых водителей уже придумали новый штраф. 50 тысяч рублей придется заплатить, если под шофе везли детей. Хотя не меньше нарушают и трезвые. В Саратове их снимают в том числе и очевидцы, отправляют автоинспекторам. Роман Базан изучил очередные ролики. Далее рубрика «Автохам». За минувшую неделю в нашем архиве накопилось много материалов с нарушениями на дорогах. Сегодня покажем самые вопиющие. Первое видео прислал телезритель, который заснял нарушителя на Чернышевского. Водитель 14-й пронесся по встречной полосе. На кадрах видно, что номера у легковушки нет. На первом проезде танкистов еще один смельчак. Решил проехать по встречной полосе. И к его везению номера у машины не читаемые. А это уже видео с другой стороны перекрестка. На Топольчанской сначала таксист на Лада Гранта не обращает внимания на стоп-линию. Его примеру последовал нарушитель на Ниссан Жук. Водитель кроссовера и вовсе поехал дальше. Давно в рубрику не попадали авто премиум-класса. Наш помощник Владимир снял инфинити. Водитель грубо нарушает в районе 19-й школы на студенческой, что в Энгельсе. Пересек двойную сплошную, выехал на встречную и продолжил движение, что называется против шерсти. Наверное, везет кому-то косметику, судя по рекламе на стекле. Алексей снял нарушителя в районе ВСО. На московском шоссе водитель Лада Веста нарушил и едва не спровоцировал аварию. Телезритель вовремя среагировал. Старатовец Станислав просит наказать автохама на китайском седане ФАВ. Нарушитель подрезал машину на подъеме в сторону Кумысной поляны. Создал аварийную обстановку, говорит водитель. Все видеоролики уже пересматривают патрульные, и мы передали материалы вместе с теми, что не попали в эфир. Если вы стали свидетелями хамства на дорогах Саратовой области, присылайте видео на электронный адрес редакции. Он на ваших экранах. Давайте бороться с автохамами вместе. Просят руку помощи. Саратовские предприниматели активно пользуются поддержкой государства. К примеру, один из местных брендов в рамках нацпроекта получает сертификат на пошив детской одежды. Заплатить бизнесменам нужно будет лишь 15% от стоимости услуг. Анна Забалуева отправилась на производство и узнала, почему предприниматели не могут сами полностью платить по счетам. В данную программу мы заносим определенный логотип, который нужно, соответственно, разместить на том или ином изделии. И у нас есть определенное уже оцифрованное лекало, на котором мы, соответственно, и создаем необходимый макет. Театр начинается с вешалки, а создание любого текстильного изделия с компьютерной программы. Чтобы на выходе получить рюкзак или панаму, дизайнеры создают лекало, печатают принт на ткани, а уже после материалы попадают в руки швеи. На создание одной вещи уходит около часа. Так на небольшом саратовском производстве делают дизайнерские изделия. После всех этапов мы получаем вот такие изделия. У нее в подчинении около двух десятков человек. Ирина Баскова руководит собственным брендом. Создают галантерею, одежду, головные уборы. Начали производить и маски. Работают на всю страну. Сейчас Ирина трудится над созданием детской одежды. Но пандемию ударила по бюджету, говорит предприниматель. Пришлось обратиться за помощью к государству. В этом году у нас стал вопрос о том, что необходимо оформлять сертификат на одежду. Я по волшебному случаю узнала как раз про проект «Мой бизнес». И благодаря им мы можем сэкономить и сделать сертификат на детскую продукцию. Выгода то, что мы как минимум не платим 100%, большую часть оплачивает государство. Ирине нужно будет оплатить лишь 15% стоимости всех услуг по получению сертификата. Остальное на себя берет государство. Так поддерживают бизнесменов по всей стране. Возможно, это стало благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. Бесплатно бизнесмены могут получить и другие услуги. Разработка бизнес-планов для того, чтобы получить деньги в различных фондах, либо в банке. Финансовый аудит, управленческий аудит. Для того, чтобы проверить работоспособность предприятия. По сути дела, да, это те услуги, которые позволяют производству работать, нормально функционировать и развиваться. Получить помощь от государства может любой саратовский предприниматель. Для этого достаточно подать заявку в бизнес-центр. Такая система поддержки работает уже несколько лет. Только за прошлый год около 300 предприятий смогли получить государственную помощь. Анна Збалуева, Олег Бирюков, Саратов, 24. Сейчас прервемся на прогноз погоды от Александра Новохадского, а затем мы продолжим знакомить вас с новостями. Задумались, как получить дополнительный доход? А я его уже 7 лет получаю в кооперативе «Гарант Кредит». Просто, выгодно, надежно. Заботимся о будущем вместе. Ваш «Гарант Кредит». Телефон 906-444. Генеральный спонсор прогноза погоды – сельскохозяйственный потребительский обслуживающий кооператив «Гарант Кредит». Удобные и выгодные кооперативные программы по сбережениям. Телефон в Саратове. 906-444. Здравствуйте. В четверг, 4 июня. В Марксе, Балашове, Хвалынске, Алгае, Перелюбе и Балакове переменная облачность. Местами небольшие осадки, кое-где туман. Ветер с северо-западный 4,9 метров в секунду. Днем до плюс 27, а ночью до плюс 12. В Саратове и Энгрисе ветрено, сыро и свежо. Температура днем до 23 градусов, а ночью до 16 выше нуля. Атмосферное давление около 751 миллиметра ртутного столба. Подмечено, много росы утром 4 июня – это к богатому урожаю. Всем добра, здоровья и удачи. До встречи. Продолжаем знакомить вас с новостями. Будут летать в больницы. В Пензе планируют развивать санавиацию. Областные чиновники утвердили место, где построят площадку для воздушных судов в городе. Еще 8 появятся в районах региона. Сейчас жители Пензы перевозят в лечебницы автомобилями. На вертолете доставлять больных станет намного быстрее, уверены чиновники. На проект выделят больше 2,5 миллионов рублей. О других событиях глазами федеральных журналистов в нашей рубрике «Новости страны». В МЧС России предложили объявить чрезвычайную ситуацию федерального масштаба. Речь о разливе дизельного топлива в Норильске. По словам специалистов, этот статус поможет привлечь дополнительную помощь из столицы. Напомним, авария на территории ТЭЦ-3 в Норильске произошла 29 мая. В хранилище с дизельным топливом врезался автомобиль. Начался пожар. Спасателям о произошедшем стало известно только спустя 2 дня. Уже завели 3 уголовных дела. Правоохранители опубликовали видео задержания наркодилеров в Ивановской области. Именно там удалось перехватить банду из Архангельска. С собой злоумышленники везли 3 килограмма синтетических веществ. Опасный груз хотели продавать через интернет. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело. Они могут лишиться свободы пожизненно. В Туле пара молодых людей через интернет пыталась продать якобы картину Шишкина. За холст запросили почти миллион рублей. Под видом покупателей полицейские договорились о встрече, на которой парни и девушку задержали. Молодые люди уверяли, что полотно им досталось от прабабушки. Эксперты подтвердили, пейзаж написан в начале 19 века. Но кисти Шишкина это полотно не принадлежит. Полиции предстоит выяснить, как на самом деле к задержанным попала картина. Паркуются на зеленых зонах и торгуют без документов. Водители большегрузов продолжают нарушать. Сотрудники администрации провели в городе очередной рейд. Искали нарушителей, правил парковки и незаконных торговцев. Найти нерадивых бизнесменов оказалось несложно. Например, в районе Гусельского моста водители облюбовали сразу две площадки под нелегальную стоянку. Причем покидать свои места они категорически отказываются. 60 лет мне, мне никуда не хватит. Я не могу, я уезжаю, ребята. Ты каждый день здесь стоишь? Уезжаю, я нету, не стою, я никогда. Я не стоял, я никогда. Выгнали, я не стоял. 60 лет, а вы бегаете от нас. Я 60 лет, мне 61-й день. Вы занимаетесь, я же вам не запрещаю этого делать. Я вам говорю, что здесь оставлять машину и вывозить грязь с зеленой зоны на дорогу, это как минимум опасно. В общей сложности в ходе рейда было составлено 4 протокола, водители которых поймали впервые получили предупреждение. А вот злостным нарушителям грозит штраф. Как правило, эти люди не заинтересованы в регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей, не платят налоги, к большому сожалению. Ну и, соответственно, ведут незаконную деятельность. И второе нарушение, которое, на мой взгляд, тоже достаточно серьезное. Парковка строительной и дорожной техники, с которой осуществляется торговля на зеленых зонах. Что тоже, конечно же, отрицательно сказывается и на экологических вопросах. Саратовские студенты получат диплом нового образца. Экономический институт перешел под начало Саратовского технического университета. Чтобы ответить на вопросы студентов, руководство ВУЗа организовало разъяснительный брифинг. Мероприятие пройдет несколько раз. Первая встреча уже состоялась накануне. Станислав Жижин узнал, что необходимо для перевода и как он повлияет на дальнейшую учебу студентов. Правильная процедура называется ликвидация Саратовского социально-экономического института филиала Российского экономического университета Небеорда Клиханова. Были плихановцами, стали гагаринцами. В стенах опорного ВУЗа говорят об объединении двух учебных заведений в одно на базе технического университета. Сроки перевода обучающихся Саратовского социально-экономического института в Саратовский государственный технический университет определены в план графики, который подписан Олегом Александровичем Афониным и ректором нашего главного ВУЗа Виктором Ивановичем Бришиным. Это срок с 4 июля по 25 августа. При этом, по словам Ольги Мизякиной, изменится лишь название. Сохранится и стоимость обучения, и кафедры, и даже здания института останутся прежними. А студенты получат немало дополнительных возможностей, которыми ранее пользовались лишь в опорном ВУЗе. Поскольку они станут полноправными студентами из ГТУ, они на правных основаниях могут пройти конкурсный отбор в наш военно-учебный центр. Эта возможность предоставляется студентам второго курса. И, как правило, конкурсные испытания проводятся в октябре-декабре. Еще из плюсов – свободный доступ к библиотечному фонду технического университета, стартап-центру «Точка кипения» и дополнительное образование. По словам руководства, о возможности получения второй специальности многие студенты экономы уже задумываются. Многие студенты уже интересовались и по программам магистратуры, именно технической направленности, и получения второго высшего образования, чтобы получить вот тот набор универсальных компетенций и быть готовым и востребованным на современном рынке труда. Сейчас со студентами, абитуриентами и их родителями проводится масштабная разъяснительная работа. Каждый может задать вопрос и получить на него ответ. Кроме того, информация будет доступна и на сайтах технического университета и ликвидируемого социально-экономического института. На портале опорного вуза будет также и полная версия брифинга. Станислав Жижин, Максим Пустовалов, Саратов-24. Вы снимаете, мы показываем в эфире рубрика «Мобильный репортер». Каждую неделю мы показываем кадры, которые на мобильные телефоны сняли вы. Присылать видео можно на нашу почту info.sabakasaratov24.tv или выкладывайте в социальных сетях с хэштегом «Мобильный репортер Саратов». Что попало в объективы горожан на этой неделе, увидите прямо сейчас. Начнем с происшествий. В центре Саратова разлилась река из кипятка. Бурлящая вода и клубы пара. Водители передвигаются с опаской. В одном из саратовских дворов автолюбителям тоже пришлось не сладко. Эту легковушку раздавило упавшее дерево. Видео сделал очевидец. Выходишь такой с утра на работу, а тут подарок тебе. Житель заводского района тоже стал свидетелем неприятного зрелища. Пришел на пляж и обнаружил в Волге пятна нефти. Волга-матушка. Спринт сделали из Саратова. А в Энгельсе люди недовольны городским пейзажем. Элитные новостройки продолжают соседствовать с ветхим жилфондом. Вот такие замечательные виды на ветхое жилье, которое до сих пор не расселяют общежития. Оттого гляди, вот эти кирпичи на голову попадут детям, гуляющим в дворе. Это видео тоже из Энгельса. Так в одном из гипермаркетов выглядит витрина с салатами. Покупатели недовольны. А эти птички вызывают только умиление. По улицам Солнечного прогулялась утиная семья. Остается догадываться, куда они держали путь рано утром. И к этому часу у меня все еще больше новостей на сайте информационного агентства «Саратов-24». Я же с вами прощаюсь и желаю вам всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»